Коротко, чётко и ясно. Минус у смартфонов Samsung, который есть у каждого. Независимо какая у тебя модель Samsung. Первый и самый главный минус для меня это ШИМ. Так просто ты его не увидишь. Чтобы увидеть его, достаточно выйти на улицу, взять другой телефон Samsung, в вертикальном положении снимать его экран, на белом фоне и ты увидишь, что такое ШИМ. Это очень сильно влияет на глаза. То есть если у вас Samsung и вы замечали, что у вас периодически болит голова, болят очень глаза, устают глаза. Это на всё влияет. Вы по ночам там плохо испить и так далее. Это всё из-за ШИМа. Samsung, в отличие от других производителей, даже Xiaomi уже уменьшает. То есть у них есть специальная программа в телефоне. Ты нажимаешь на неё, функция эта включается, и ШИМ пропадает. Но Samsung с этим вообще никак не борется. Типа мол, ну и ломайте себе глаза. Это самый огромный минус. Получается за свои же деньги мы себе вредим. Покупаем дорогущие телефоны Samsung и потом ломаем себе зрение. Вот это самый огромный минус. Следующий минус, это конечно же цена. Ты только вот купил. Вот два человека вышли с магазина. У одного iPhone 14 Pro, у другого S22 Ultra, ну на момент выхода, да. Они выходят с магазина, через неделю Samsung уже упал в два раза в цене, а iPhone стоит на том же месте, иногда даже ещё дороже продаётся. То есть очень быстро падают цены на смартфоны Samsung, и это меня очень бесит, потому что я покупаю, когда они выходят, новая модель вышла, я пошёл купил, ну ёлки-палки, когда следующая модель выходит, я уже его продаю вообще за копейки, ну потому что это Android, детка. По-другому это не назвать. Но тут скажу в защите Samsung следующее, что это с любыми Android смартфонами такая вот ерунда. С айфонами у них цена не падает, а вот на Android, да, сразу же падает. Следующий минус есть в каждом телефоне. У некоторых из вас это вообще просто в ужасном, плачевном состоянии. У меня S23 Ultra, флагманский смартфон, с самым мощным процессором в мире, но всё равно это косяк есть. Когда я снимаю видео, его выключаю, меня бесит, что надо ждать 2 секунды. Вот это вот выключание в 2 секунды, оно так раздражает, ну вроде ты флагман, ну окей, в дешёвых А-сериях, да, это допустимо, но почему у тебя это так? На айфоне вообще миллисекунда и сразу вырубается. А здесь это прям так долго работает, я честно этого не понимаю. Этот минус, конечно, многих из вас, наверное, не будет бесить, многие из вас даже не обретят внимания, но я просто как блогер очень часто снимаю видео, в день по 5-6 раз снимаю видео, и меня это так запарило, вот это, и ждёшь 2 секунды. Как будто у тебя какой-то старенький, не знаю, Android-смартфон, который, ну окей, должен тормозить. Вот эти вот 3 вещи, которые меня бесят, смартфон от Samsung, я знаю, что минусов на самом деле много, но я больше не буду ничего говорить, потому что для меня вот эти 3 пункта были самые важные.